Итак, это обзор фондовых рынков на 2 декабря 2019 года. Начнем с новостного фона. Сразу скажу, что он очень критический, особенно на фоне того, что китайцы хотят отмены поршень для подписания фазы 1, но Трамп этому противится. Второй момент. КНР после принятия в США закона по Гонконгу вводит санкции против ряда неправительственных американских организаций, что является негативом. Второй момент. Выданное данное разрешение на столице Северного потока 2 уже оспорено. То есть это те непосредственные факторы, на фоне чего фонды в рынке сейчас растут они по сути неестественно. И подобная ситуация, к примеру говоря, была уже в 2017 году. Я по памяти прекрасно помню, что рост ММВБ, к примеру, нашего рынка акций в 2017 году, был на фоне подобных новостей. После чего его обвалили с предыдущих его максимумов, 2267, до 1819, все обвалили почти на 20%. То есть здесь необходимо быть аккуратным. Почему? Потому что сейчас идет, как говорится, неестественный рост на фоне обострения внешней политики. Это вот тоже необходимо. Сейчас единственное, почему растет ММВБ сегодня? Потому что растет Газпром. Почему Газпром растет сегодня? Потому что запускают в силу Сибири. По Газпрому сейчас в принципе, я продал по 260 рублей там с небольшим 5% инвестчасти, 10% я оставил на долгосрок. Ну, в спикрутенном портфеле. Почему? Потому что там средняя цена 184 рубля в моем случае. Вот. Там можно, пусть лежит. Про инвестчасть я вообще забыл. Как говорится, пусть она валяется там. С 2017 года покупал ее и пусть лежит. Вот. Просто необходимость понимать тоже то, что в Газпроме в принципе может быть реальный тоже вынос. Там на 270, к примеру. И инвестчасти лучше для этого иметь. То есть держать их через взлеты и падения. Но опять же небольшую часть. 10% этого достаточно будет. Но при этом необходимо капитал хеджировать долларом. То, о чем я тоже говорил вам уже в длительный срок говорю. Вот, к примеру. Сейчас, если вы, к примеру, покупали бакс там 22 ноября или там 25 ноября, пш3 там 75 или там пш3 шадей, то у вас капитал уже от просадки захеджирован. То есть все просадки, какие у вас сейчас имеются по акциям, они перекрыты уже баксом. То есть если вы там у вас лежите сейчас в акции, допустим, там 25% от капитала, да, в акции 25% от капитала, а в доллар у вас там, например, 40-50%, то у вас просто просадки максимально захеджированы, на фоне чего вы уже по факту должны получать прибыль с роста доллара. То есть это вот такое математическое сопоставление. То есть такое время финансово, условного предфинансового лихолетия необходимо иметь обязательно альтернативные защитные активы. Это как, например, бакс, к примеру, фусагра. Тем более сейчас фусагра тоже начнет постепенно свое восхождение вверх, ну, с лагом несколько дней. Ну, доллар вырос, о чем я говорю тоже в Телеграме, доллар вырос. И фусагра сейчас тоже начинает свой непосредственный малу-помалу рост. Потому что фусагр всегда растет, когда растет бакс. И те, кто говорят, что фусагр скоро обвалится, вы посмотрите в первую очередь его фундаментал, посмотрите его финансовая отчетность и посмотрите его рентабельность, его делопроизводство. Те цены, которые падают сейчас на ту продукцию, это сезонный характер. То есть декабрь, январь, ноябрь, они, как правило, снижаются. Но потом начается новый цикл восстановления. То есть фусагр, в принципе, я не сомневаюсь. Это как защитный актив, он реально самый оптимальный из всех. Далее непосредственно про S&P 500 я еще расскажу, что бычий цикл в нем уже завершен. Сейчас единственное, что спасает американский рынок от обвалов, S&P, Dow Jones, Nasdaq, это то, что запущено количество смягчения от лица Центрального банка США. То есть идет количество смягчения, куе, на фоне чего Центральный банк США поддерживает фондовые рынки от обвала. Но именно, непосредственно поддерживая на плаву голубые фишки американские. Ну, то есть американские акции, голубые фишки. Вот. Сколько будет это продолжать, сказать трудно. Во втором квартале 2020 года мы уже это узнаем. То есть там либо продлят они его, либо свернут. Будем смотреть по ситуации. Но смотрите еще раз. Руссел-2000, американский тоже индекс второго и третьего эшелона, он уже завершил свое восхождение после 20 февраля 2019 года, на фоне чего он вошел в свою консолидацию, в свой боковичок. Видите? Это говорит о том, что уже истинный поход вверх непосредственно американских индексов, он уже завершен. То есть бычий цикл в Америке завершен. Все. Фондовый рынок американский уже тупо растет спекулятивно и скажем так манипуляционно, потому что стимулирует. Это неестественный рост, по большому счету. Далее непосредственно про ВТБ. Хотел бы один момент сказать, что 7 декабря здесь будет собрание инвесторов. 7 декабря 2019 года, то есть через 5 дней. Тут могут что-нибудь реально объявить интересное. Я то, что Телеграм сейчас писал, это удовольствие. Могут что-нибудь позитивное объявить, на фоне чего котировки могут вырасти. Это либо прибыль за 2019 год, опять-опять. Либо опять хотя бы предварительные дивиденды по итогам 2019 года в 2020 году. То есть они, ВТБшики, акцентируют внимание на то, что они будут в 2020 году за 2019 год выплачивать 8% годовых дивидендов. Не знаю, посмотрим, что будет по факту сейчас на текущий момент времени. Может быть они реально эту цену, то есть дивиденд такой оплатят за одну акцию. Увидим по ситуации. Пока гадать, как говорится, не будем. И далее непосредственно про Новотек. Инвест идея в нем свернута по большому счету. Потому что необходимо понимать одно. Это внешние риски. И пока особо в акции, в лонговые такие дикие позиции лучше не лезть. Вот. Я в принципе свою позицию прикрыл под 1271. Ну там с небольшим. Это вот буквально час назад. В Телеграме тоже писал. В принципе смотрите, в чем факт. Вот мы, наше сообщество заработало в ноябре на росте Газпрома и Ростелекома. В среде получается от 12 до 14%. Вот. И в принципе, если у вас имеется убыток, такой небольшой лось в Новотеке. В принципе у меня он тоже сейчас имеется. Но за счет той прибыли, которую сурбили в ноябре с двух этих акций. То есть суммарно. Там 12-14%. Этот лось несущественный. Плюс сейчас закрывает этот лось в Новотеке непосредственно доллар. Который уже в своем эквиваленте он подрос. То есть, если, к примеру, вы покупали там по 63.75 или по 63.9. У вас лось уже просто перебит. Поэтому нет смысла как-то кипишевать, бунтовать и говорить, что все как плохо. Как говорится, душите свою внутреннюю жабу. Потому что внутренняя жаба вам будет всегда мешать работать. Как говорится, тоже мною давно пройденный этап. И свою жабу, как говорится, я контролирую. Вот, поэтому еще раз скажу, что лучше сейчас иметь, как говорится, инвестчасти небольшие в акции. Как, к примеру, в Газпроме там 10%, там ВТБ, к примеру, 7.5%. В моем случае, что есть. Вот. И основные позиции лучше отзирать либо там в доллар и фосагра. В прямом смысле. Потому что это защитный актив, на фоне чего они помогут пережить вот нынешний, не самого такого простого характера. На фоне чего фондовый рынок сейчас просто американцы, они растут в черте как. То есть манипуляционно. Потому что тупо за уши тянут. Вот. А внешняя ситуация, она обостряется. Обостряется, обостряется. Еще раз обостряется. Торговая война набирает. Она теперь официально в новом раунде, как в новом витке. Вопрос в другом. Как будут реагировать фондовый рынок на эту торговую войну в дальнейшем? То есть либо ФРС будет реально еще сильнее вливать бабки в американский индекс. Не знаю. Либо. Но я думаю, что будет им сильнее вливать. И во втором квартале 2020 года уже узнаем непосредственно итоги того, будет ли КУЕ дальше проведено. Ну, продолжено. К трамповским выборам ноября 2020 года. Либо его свернут. И после чего рынки, грубо говоря, проторгуются какое-то время. И они упадут. В любом случае будет падение фондовых рынков. Это в любом случае. Исход один. Просто необходимо понимать одно, что просто этот момент растянут во времени. Потому что естественный рост уже в них завершен. Это вот, к примеру, взять S&P 500. Американский индекс. И необходимо понимать то, что когда обвалится американский индекс, обвалятся все рынки мира. То есть, смотрите, вот вам наглядный факт. Вот в том году, к примеру, с сентября по декабрь, даже по январь 2018 года, 2018-2019 года, американский рынок начал обваливаться. И обваливаться начала нефть и прочее. ММВБ пошел вслед за ним. Видите? Сейчас. Где он? Вот видите? В октябре. Ну, да. И вплоть до декабря. Тем более, шипом он ходил даже ниже. На 2258. То есть, по факту, в моменте, вот. 10... Ну, 9% падения было. По сравнению с американским, там было 25% падения в моменте. То есть, обвалится S&P, обвалятся все остальные рынки мира. Просто еще раз необходимо понимать, что сейчас инвесторы выводят деньги из развивающихся рынков. Это Россия, это Латинская Америка, это прозападные страны, развивающиеся, типа, в Австралии, типа, не китайских, а азиатских стран некоторых, Новой Зеландии и прочее, там некоторые европейские страны. Вот. Из них уже инвесторы выходят постепенно. И они мало-побалу входят в защитные активы. Они потому что понимают то, что... Ну, не все так чисто. Ну, в принципе, я об этом говорю уже не первую неделю, по большому счету. Я тоже вот в этом телеграме писал недавно, как бы, пост из одного сообщества. И тоже в одном из видео я это озвучил. Просто, как говорится, имейте понимание и понимайте те риски, которые сейчас нагнетаются со стороны. Потому что иметь сейчас 100% капитал в акциях, это беспонтово. Это неправильно. Просто необходимо сейчас его реально хеджировать и иметь там 50% капитала, грубо говоря, на черный день. То есть 50% от капитала, то есть 50%, грубо говоря, в акциях. Там, например, акции, облигации и прочее, там, валюта. А 50% еще можно держать там в чем-то еще. Ну, можете в валюте, можете там, не знаю, в ФСЗ, можете там, во вкладе банки. Либо там у какого-нибудь там друга, не знаю, держать там в кармане, под подушкой, где угодно. Но эта сумма, она пригодится в скором будущем. Поэтому просто необходимо такую риск для себя подчеркнуть и отталкиваться непосредственно от него. Потому что, повторюсь еще раз, фондовый рынок сейчас растут, они неестественно. Даже наш ММВБ, он тоже, по сути, должен уже реально скорректироваться. Он должен реально припасть. То есть та ситуация, какая сейчас получается в нем, в данный момент времени, она тоже неестественная. По большому счету. И когда это уже коррекция будет нормальная, это вопрос времени. Но инвестчасти, повторяюсь, как бы в Газпроме ВТБ тоже иметь. Как бы в Газпроме 10%, ВТБ там уже 7,5%. На всякий случай. Там и держать их через взлеты и падения. То есть там припадет, можно подбирать. Там прирастет, например, если, условно говоря, Газпром пойдет на 300, можно там, в принципе, всю инвестчасти продать на 300. Потому что, как бы, можно так сделать. Если вдруг он туда пойдет. Но, опять же, это если-если. Потому что, вероятно, на 100% я не стану. Потому что сейчас дикое сопротивление на уровне 260 рублей за акцию. То есть то, что сейчас, в принципе, Газпром и не факт, что пройдет. Ай, вот, по сути, ситуация такая. Поэтому, как говорится, хеджируйте свои капиталы в любом случае. И на черный день имейте 50% от капитала. Потому что, повторюсь, он в скором времени пригодится. И, как говорится, я не перестану эту тему повторять. Хоть, повторяю, я ее уже не первый месяц. Но, все же, все же. На этом все. Подписывайтесь на канал. С вами он в бирже. Канал о рынке акций. У нас здесь основа биржевой торговли. Обучающие имеется в виде видео. Аналитика, обзор акций, облигаций, технические, фундаментальные. А также торговые идеи. Которые в массе своей выстреливают на 90%. Но есть некоторые форс-мажоры, которые предсказать реально нереально. Вот такая тавтология. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и ожидания. Наши, как говорится, главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание. И до свидания.